Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, братья и сестры, все любящие чтение Слово Божие. Мы продолжаем с вами изучение послания апостола Павла к Коринфянам на библейском интернет-портале экзегет.ру. И сегодня мы с вами рассмотрим 10 главу. Я же Павел, который лично между вами скромен, а заочно против вас отважен, убеждаю вас кротостью и снисхождением Христовым. Прошу, чтобы мне по пришествии моем не прибегать к той твердости и смелости, которую, думаю, употребить против некоторых, помышляющих о нас, что мы поступаем по плоти. Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воимствуем. О чем здесь хочет сказать апостол Павел? Что значит твердость, с которой он намерение желает прийти, и отважность, он, которая здесь говорит, что якобы издалека я вам пишу о строгости в наставлениях, когда прихожу, то не таков, как заочно. А на самом деле эту мысль апостол Павел будет развивать и дальше, и в 10-й, и в 11-й главе. Его обвиняли лжеапостолы очень часто о том, что он якобы не был среди апостолов, что он был призван как-то чудно, идя по дороге в Дамаск, насколько это призвание его достоверное и прочие сомнения. Лжеапостолы всегда действуют так для того, чтобы подвергнуть сомнению действительно авторитет апостольства и авторитет преемственности. Здесь апостол Павел начинает как бы издалека и говорит вот эти слова «Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем». Плотским апостол Павел в своих посланиях называет «ветхозаветный закон». Поэтому он говорит, не по-плоцки мы воинствуем, то есть не призываем вас снова прибегать к ветхозаветному законодательству, а мы воинствуем, как он уже дальше скажет, вот в 4-м стихе «оружие воинствования нашего не плотское, но сильные Богом не разрушение твердынь или не спровергать замыслы». То есть он говорит, что наше оружие — это не просто мертвая буква, а сила, сила Божия, которая способна разрушать различные ложные учения. «И всякое, как он далее пишет в 5-м стихе, превозношение, восстающее против познания Божия и пленением, всякое помышление в послушании Христу, и готовы наказать всякое непослушание, когда ваше послушание исполнится». На личность ли смотрите? Кто уверен в себе, что он Христов, тот сам по себе суди, что как он Христов, так и мы Христовы. Здесь апостол Павел, мы видим, опять же, очень мягко, мы помним, что он любит коринфскую церковь, но тем не менее, с некой даже долей угрозы, но не разе угрозы того, чтобы как-то уничижить коринфян, мы знаем, что они ему дороги, эта община создана им. А проявляя строгость, как благоразумный родитель, когда видит, что ребенок идет, в общем-то, к опасным каким-то вещам, приближается к горячему утюгу, или к нехорошо стоящему на столе вазу и видит, что сейчас может произойти опасность. Так апостол, нельзя, аккуратно, подождите. И вот он здесь говорит даже такие, на первый взгляд, кажется, слова не совсем понятные, но он им хочет сказать следующее. Вот в 7 стихе, например, «На личность ли смотрите?» Видите, он их здесь, это упрек. Он говорит, что вы смотрите, вот кто там благообразен или кто статен как-то, да, эта мысль, она будет и дальше. И кто уверен, говорит, в себе, что он Христов. То есть здесь он напоминает им то, о чем он говорил ранее. В своих посланиях, и эти слова содержатся в послании апостола Павла, «Не думай, что стоишь, упадешь». То есть кто думает, что стоит, может упасть. Поэтому у них спрашивает, вы что думаете, что вы уже Христовы? Здесь он их как бы и обличает, и одновременно защищает, но в то же время он обличает их гордость, то есть самомнение, что они уже считали, как он говорит в 5 стихе, «всякое превозношение, восстающее против познания Божия». То есть видите, как он говорит, что превозношением человек сам себя восстает против познания Божия. «И пленяем всякое помышление в послушании Христу». Вот эти удивительные слова 5 стиха, 2-й ее части, как он дальше подходит к 7 стиху, он так и говорит, «И пленяем всякое помышление в послушании Христу». Видите, он как бы говорит, мы берем ваше гордое помышление в плен. Ради кого? Ради Христа. Ради чего? Ради истинной свободы. Потому как и сказано, где Дух Господень, там свобода. Мы очень часто можем сегодня слышать о том, что некоторые люди заявляют, что православные, особенно новоязычники и другие люди, которые где-то об этом услышали, что православные называют себя рабами, они несвободны. Да, мы на самом деле свободны от своей гордости и стараемся быть свободными от своей гордости и самомнения. Вот пишет об этом свидетель Анат Златоуст следующая цитата. «Пленяем всякое помышление в послушании Христу». Вот что значит рабство. А где Дух Господень, там свобода. Слово «пленяем» тяжеловесно, пишет свидетель Анат Златоуст. Апостол тотчас объясняет, что и на сказание словами в послушании Христу, то есть от рабства к гордыне, к рабству, к свободе, от смерти и жизни. То есть человек, тот, который работает к Христу, он свободен от смерти, от погибели и предназначен к спасению. На самом деле, люди, которые так говорят, что наши боги якобы языческие, они нас рабами не называют, мы не называем себя их рабами, это, скорее всего, происходит от того, что подобные заявления, они звучат из уст людей, которые не знакомы с ведической, скажем, или языческой литературой. Например, даже русские националисты, они обращаются часто к ведическим, к ведам, тем же упанишадам, и к той же к ригведе. Например, вот есть цитата в ригведе, 7 глава 86-7, цитата. «Да буду служить, да буду служить, как раб, щедрому господину, я безгрешный, яростному богу». Пожалуйста, ригведа. Например, еще есть из заклинаний шумирскому богу, цитата. «Я твой раб, заклинатель, прославлю тебя». В одних из хедских молитв Богу солнце также сказано, цитата, «Посмотри, перед тобою склонился человек, твой раб». Конец цитаты. Египетская книга мертвых содержит гимн, который обращен к богу Ра. Вот цитата. «Дай ты, чтобы он мог жить там, в потустороннем мире, преданным рабам духов». И в греческих мифах также люди считали себя рабами богов. Вот, например, цитата из скандинавской старшей Эдди описывается, что у бога Тора есть рабы. Поэтому такие заявления, они совершенно беспочвенные. И быть рабом языческих богов, это значит как раз и быть рабами гордыни, самомнения. А быть рабом Христовым, это как раз обрести полную свободу и перешагнуть главный барьер, который не может переступить ни один языческий бог. Это воскресение из мертвых. И преодоление этого барьера, оно возможно только во Христе. Поэтому апостол так и говорит. На личность ли смотрите? Кто уверен в себе, что он Христов? Он как бы их гордость, которая мешает им быть свободны во Христе, он ее преломляет и призывает к покаянию. Или как называют, например, обросим Диоланский, это вызов к гордецам. Вызов к гордецам. Ну, например, он пишет, обросим Диоланский, цитата. «Теперь хочет рассмотреть с коринфянами то, что явно и о чем он скажет. Ибо здесь есть вещи, открытые для рассуждения. Ибо говорит, кто уверен в себе, что он Христов, тот сам по себе суди, он это тем говорит, обросим Диоланский, пишет, он это тем говорит, чью гордыню затрагивает, и кто о себе ошибочно судил с завышенной оценкой, и ниже должного оценивал апостола, и соображал, будто и не нуждается в его наставлениях». Конец статы. То есть, кто возвышался над тем, можно здесь сказать так, над апостольской преемственностью, если хотите, и возвышаются сегодня так называемые талагумены, которые процветают в нашем, к сожалению, цветут таким не очень вкусно пахущими цветами, ведущими не в Царствие Божие, а наоборот, в погибель. Так называемые пренебрежения святым преданиям, апостольским преданиям, так называемые талагумены ведут, в общем-то, людей в погибель. И это есть гордость и возвышение. Например, Кирилл Иерусалимский, святитель, писал так, цитата, «Если я говорю тебе, что ты не основан на священном писании, не верь мне». Конец цитаты. А как мы понимаем священное писание? Есть ли критерий правильности понимания слова Божьего? Да, конечно. Это консенсум патрум. Это согласие отцов. Но часто приходится слышать, что это ваша интерпретация от людей, особенно инославных, или мы так понимаем, а вы так понимаете, у каждого якобы своя правда, у каждого своя точка зрения. У нас есть право на свои точки зрения или модная теория, которую я уже сказал, теория талагуменов, которая говорит о том, что существуют частные богословские мнения, а богословие якобы наукотворческое – это на самом деле ложь. Слово «талагумен» изобрел в XIX веке Адольф Горнак. Известный лютеранский богослов крайне либерал. В своем труде «Das Wisen Christus» – сущность крестьянства, он обрушивается с критикой на православие, искажая сами основы православной веры, критикует символ веры Никео Цареградский. До сего дня многие протестанты по его трудам имеют ложное представление о православии. В православии слово «талагумен» впервые было введено Василием Васильевичем Болотовым. Со святоотеческим учением оно ничего общего не имеет. Святые отцы знали мнение церкви, и частные богословские мнения знали. Для святых отцов частное богословское мнение – это мнение, которое не одобрено вселенской полнотой и чаще всего, более 90%, всегда ошибочно. Вот Адольф Горнак, о кем он был? Ну, интересно, исправка о нем, известно, что его не хотели брать ни в один, даже в Берлине, в лютеранскую семинарию, институт. Почему за его крайне, в самом лютеранстве, за его крайне либеральные взгляды? Вот, например, известно также его высказанно с позиции расовой ненависти по отношению к России. Они прозвучали в выступлении 11 августа 1914 года на массовом собрании в муциополитете Берлина, в котором он говорил об угрозе западной цивилизации со стороны цивилизации Орды, то есть это он называл нас, которая созывается и управляется деспотами монгольской цивилизации московитов. Эта цивилизация не могла вынести уже света просвещения 18 века, то есть романтизма, он критикует нас за это, это его прям цитата, еще менее свет 19 столетия, а сейчас, в 20 веке, разрывает связи и угрожает нам. Это неорганизованная азиатская масса, как пески пустыни, стремится засыпать наше плодоносное поле. Конец цитаты. Его, как я уже сказал, не хотели брать на кафедру ни одного литеранского урситета в Берлине за его за Берлине, за его крайний либерализм. За него заступился канцлер, тогдашний канцлер Отто Бисмарк, тот самый, который говорил, что русских победить невозможно, русским можно привить только ложные ценности, и тогда они уничтожат сами себя. Наверное, Отто Бисмарк понимал и возлагал надежду на этого крайнего демагога и либерала Горнака, своими телоагумены, что, внедряя свое ложное понимание о православии, он сможет как-то расшатать традиции богословия, православного богословия. Я скажу, что в некой степени ему это удалось. Если сегодня мы услышим некоторых наших либералов, таких модернистов, можно их услышать и на радио, и на неких православных даже каналах. Поэтому будем помнить всегда о том, что вот эта вот гордость, самопонимание священного писания, что богословие наук творческая, это на самом деле самообман, которое в своем послании обличает здесь апостол Павел. И дальше он продолжает. Впрочем, говорит он, да не покажется, что я устрашаю вас только по посланиям. То есть никому пусть и не кажется, что действительно эти слова как-то устрашают или призваны к тому, чтобы навести какой-то скандал или еще. Нет, это предостережение. Предостережение, как и здесь апостол Павел об этом говорит, так как некто говорит, в посланиях он строг и силен, а в личном присутствии слаб и речь его незначительна. Видите, апостол говорит, что так о нем говорили. Он разбивает этот пустой слух. Такой пусть знает, что каковы мы на словах, в посланиях заочно, таковы и на деле лично. Ибо мы не смеем сопоставлять или сравнивать себя с теми, которые сами себя выставляют. Они измеряют себя сами собой и сравнивают себя с собой неразумно. А мы не без меры хвалимся. Будем хвалиться, но по мере удела, какой назначил нам Бог. И такую меру, чтобы достигнуть и до вас. Видите, апостол всегда говорит о том, зачем он это делает. Он говорит, чтобы достучаться до вашего сердца. Любое послание, любое его обличение — это не что иное, как попытка достучаться до сердец людей, которые находятся в своих каких-то заблуждениях, в своих личных пониманиях Слова Божия. Апостол Павел мы увидим. Он будет продолжать эту мысль в 11 главе. Он будет говорить, ты про лжи апостолов. И, как он говорил в послании к галатам, даже если ангел с неба придет и будет вам говорить и благословить, не то, что мы вам благословали, да будет анафема. То есть в Священном Писании послание на самом деле очень категоричное. Я бы даже сказал, в некой мере радикальное. Поэтому некоторые люди сегодня, когда открывают Священное Писание, потом откладывают его в сторону. И я вот неоднократно спрашивал, а почему вы дальше не читаете? И вот люди без всякого лукавства говорили, что читая Священное Писание, мы понимали, что надо исправляться, надо как-то менять свою жизнь. Поэтому Священное Писание, оно очень применение. Ибо мы, говорит апостол, не напрягаем себя, как не достигшие до вас, потому что достигли и до вас богоистованием Христовым. То есть неповрежденным еваномским благовестием, он говорит, мы стараемся достучаться до вас. Мы не без меры хвалимся, не чужими трудами, но надеемся с возрастанием веры вашей, с избытком увеличить в вас удел наш. Так, чтобы и далее вас проповедовать, у вас проповедовать Евангелие и не хвалиться готовым в чужом уделе. Хвалящийся, вот эти удивительные слова 17 стих, хвалящийся о Господе, ибо не тот достоин, кто сам себя хвалит, но кого хвалит Господь. И действительно, у Вросим Диоланского есть такая цитата, он так и пишет, апостольская похвала. Те суть, измеряющие себя собой, цитата, так он пишет, кто не воспринял власть и хочет господствовать именем своим, посланный для исполнения миссии, он объясняет власть свою не от себя, а от того, кто, то есть от Бога, кто его направил с миссией. Через это апостол Павел показывает, что он есть избранный Богом распорядитель, тем самым, не допуская ничего выше того, чем сам наделен через свою миссию и не соединяет себя с теми, кто не направлен Богом, но проповедует. Очень важные слова, конец стата Вросим Диоланского, «Те, кто проповедует, но Богом не посланы». Здесь снова и снова мы возвращаемся к этой теме, на которой уже было неоднократно сказано, о теме апостольской преемственности. Если действительно нет такого посланничества этим людям, нет апостольской преемности, нет благодати того духа, который передают через рукоположение епископов, как пишет апостол Павел в своем послании 2 Тимофею 1.6, «Возгревай дар Божий, который в тебе через мое рукоположение», то как, апостол спрашивает, как проповедовать, если не посланы? Недостаточно только уверовать во Христа. Снова повторю, в Евангелии Таана, 2 главе, 23-24 стих, сказано, что многие видят чудеса, которые Иисус творил в Иерусалиме, и уверовали во имя его. Но Иисус не верял себя им. Кому же он себя верил? Послание Евангелия от Марка 3.13, сказано, позвал к себе, кого сам хотел. И начинается перечисление имен 12 апостолов. И далее мы можем показать апостольскую преемственность, например, от апостола Андрея Первозванного до святейшего патриарха Московской России Кирилла. У меня вышла такая книга, называется «Организация методика церковной реабилитации. Лица отпавших в православие». И в конце этой книги, если вы ее можете посмотреть и в электронном виде, в конце этой книги я специально даю апостольскую преемственность русской православной церкви. Вот как она начинается с апостола Андрея, 37-й год, апостола Стахи, Анисим, 54-й, Поликар, Плутарк, Сидекия, Диоген, Лев Ферий, Ферикс и так далее. И все эти списки есть, и этот список заканчивается, вот, пожалуйста, несколько здесь страниц, да, заканчивается святейшим патриархом московским Сеяруси Кириллом. То есть власть, может, она кому-то не нравится, может, кому-то нравится, это делал, конечно, человек, его выбор. Но легитимная и законная власть на земле от самого апостола Андрея Первозванного, от самого Христа до сегодняшнего дня, она в церкви сохраняется. Поэтому так, и апостол заключает тем, что апостольская похвала, он говорит, не будем хвалиться собой, а хвалимся своими делами, и в этих делах мы хотим и преследуем только одну цель, какую? Прославить Бога. Помните Первое Царство, Вторая глава, где сказано 30 стих, где сказано, прославляющих меня я прославлю, говорит Господь. Поэтому все, кто сегодня ищет какую-либо славу, не будем ее искать в новомодных тылоагуменах, в каких-то таких интерпретациях экстравагантных, а будем прославлять Бога в том Духе Святом, который во всей полноте содержится в священном предании. Поэтому ищущие всякие слова, ищущие славы, ну а кто не ищет славы? Конечно, по-своему люди ищут славы. И они к этому Богу тоже в некой мере предназначены. Но надо искать славу не свою, и прославлять не себя, а прославлять Бога. И как и здесь сказано, и как в Первом Царстве, еще и в Ветхом Завете сказано о том, Господь обращается и говорит, Первый Царств 2.30, прославляющих меня я прославлю. Помощи Божьим всем на этом поприще.